Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Парин Сергей Борисович, доктор биологических наук, профессор кафедры психофизиологии и заведующей лабораторией когнитивной психофизиологии факультета социальных наук Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, область научных интересов, нейробиология, психофизиология, нейрохимия, физиология экстремальных состояний, нейроинформатика. Автор 200 печатных работ, включая 6 авторских свидетельств, патентов на изобретение. Наиболее значимые исследования посвящены нейрофизиологическим и нейрохимическим механизмам развития экстремальных состояний и разработки методов противошоковой терапии. Способ лечения шока с помощью налоксона, предложенный Сергеем Париным, был реализован для спасения заложников Норд-Оста после газовой атаки. В дальнейших исследованиях удалось выявить ранее неизвестные нейрофизиологические механизмы самоизлечения шока и впервые в мировой физиологии обнаружить группу нейропептидов, способных взаимодействовать с адренорецепторами мембран нейронов. Последние годы исследования профессора Парина сосредоточены на проблемах психологического стресса и нейрохимических механизмов сенсорных функций. Сергей Борисович Парин сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. И начать эту программу я хочу с удивительного совпадения. Такое не очень часто, но, в общем, с какой-то периодичностью случается при подготовке моей программы. Я, решив уточнить прогноз погоды, вчера обратилась к интернету, чтобы сориентироваться по поводу одежды. И прежде чем отправить меня на погодную страницу, вот этот популярный сайт выдал мне новость. Я ее сейчас зачитаю. Это нарочно не придумаешь. Дядя парагвайского футболиста Дерлиса Гонсалеса умер после просмотра четверть финального матча Кубка Америки с бразильцами, в котором его племянник забил решающий мяч. Об этом игрок сообщил в своем твиттере. У 44-летнего Мануэля Ироссабали во время послематчевой серии пенальти случился сердечный приступ, и позднее он скончался в больнице. «Почему сегодня, дядя, почему ты оставил нас после сердечного приступа, когда я подарил вам и всей стране столько радости и столько счастья, я не могу в это поверить», — написал Гонсалес. Вот почему дядя, почему сегодня и почему дядя, и какой в этом биологический смысл, это один из контрапунктов, если не все, по крайней мере, один из контрапунктов разговоров о стрессе. В нашем цитле уже была программа, правда, посвященная не столько самой стрессовой реакции, сколько генетике этого явления. Речь шла, знаете, о рецепторах гормонов, об этих гормонах тоже сегодня, естественно, пойдет речь. Ну, собственно, как и о футболе, я видела, у вас там есть, в вашей презентации есть одна иллюстрация, она, правда, касается бразильского футбола. Ну, например, да, здесь тоже были бразильцы, но это уже детали. Ну, и вот, собственно, сегодня у нас пойдет речь не столько о гормонах и каких-то там биохимических механизмах, хотя и о них тоже. Наш гость представит свою нейрофизиологическую теорию стресса. Пожалуйста, Сергей Павлович. Спасибо, спасибо. И я хочу начать этот разговор с того, что отдать дань великому человеку. Вы понимаете, на земле очень редко рождаются люди-синтетики, то есть люди, которые могут за деревьями видеть лес. Это буквально счетные единицы в каждом поколении. И вот Ганс Селье, уроженец, в то время Австро-Венгрии, затем житель Канады, это как раз великий человек, который сумел за массой разрозненных фактов увидеть некое целостное ядро. И это ядро, не сразу, а постепенно, он нашел этот термин, было названо стрессом. Сегодня про стресс говорят все, но я хочу просто напомнить, что первоначально Ганс Селье формировал свою теорию стресса, основываясь на экспериментальных данных, очень жестоких, я приношу извинения телезрителям, но это был своего рода экспериментальный садизм, потому что бедным крыском вводился подкожный ацетон, бензин, керосин, вообще все, что под руку попадется. А дальше выяснялось, что, конечно, есть специфические черты отравления, но в целом проявляется некий единый синдром. Я думаю, аудитории не надо объяснять, что синдром складывается из симптомов. Так вот, некий перечень симптомов достаточно типичных, характерных формирует вот этот синдром, который Селье назвал общим адаптационным. Кстати, по этому поводу еще немножко будет разговор. Кроме того, у него были клинические данные. В одной из своих работ он анализирует результаты клинических наблюдений за неким очень, я бы сказал, таким всеядным госпиталем, где лежали все. Не забывайте, что это Европа после Первой мировой войны. Поэтому там были и травленные, и раненые, и контуженные, ну, естественно, с последствиями уже, и тыловые болезни, и окопные болезни. И вот, собственно, этот клинический материал, это тоже было основой для того, чтобы сказать, что да, всегда есть специфика, есть понятие дифференциального диагноза, и всегда есть нечто общее, что характеризует, по сути, любое страдание. Кстати, этот термин Селье часто использует – страдание. И первая его характеристика была неспецифическая ответа организма на побеждающее воздействие. Уже ближе к концу жизни он написал фразу, которую, как я понимаю, была достаточно вольно переведена, в частности, на русский язык. Потому что по-русски в любой современной книжке вы прочитаете, стресс – это неспецифический ответ на любое предъявленное его воздействие. Мы с вами тут сидим, стресс. Ну, у меня вполне может быть, у вас неоткуда взяться с вашим опытом. «Жизнь есть стресс» – совершенно изумительный, вообще говоря, слогом для аптеки, которая продает транквилизаторы. Сразу все будет раскуплено. На самом деле совершенно очевидно, что если это так, то вообще изучать нечего. Масса наук изучает жизнь и будет изучать до скончания века, а предмет исчезает полностью, его просто не остается. У Селье аккуратнее фраза. В каждой специфической реакции присутствует неспецифический компонент. Это очень важно. Он всегда там есть. Это совершенно другой смысл. И тогда есть что изучать. Тогда действительно есть вполне определенная сфера интересов. И вот дальше давайте попробуем перейти к этому. Справа то, что говорится о классическом определении Ганса Селье, великого человека, еще раз повторяю. А слева это то, что родилось в последние лет 30, вовсе не собираясь, вы так представили, что я автор и так далее. Может быть, это слишком перебор. Потому что во многом это собрано то, что публиковалось в разных статьях. И может быть, немножко по другим углом зрения я позволил себе обсудить. Ну и плюс, конечно, собственные разработки интерпретации. Можно назвать вас интерпретатурой? Да, можно. Но в целом, я обращаю ваше внимание на это определение. Смотрите разницу. Неспецифическое, да, конечно, немножко об этом поговорим, безусловно. Адаптационное Селье защитное в нашем представлении. Буду на этом настаивать, постараюсь обосновать. Стадийное, да, Селье ввел понятие трех стадий стресса. И никуда оно не денется. Оно действительно очень точное. Системное. Ну, вообще, говоря с Ильей, я прямо об этом не говорил. Но на самом деле это сквозит в его работах. То есть здесь спора нет. Ну, до него и арсенала не было. Конечно. Биохимия была другая. Мы все время забываем. Эндокринология была другая. Конечно. Конечно. Мы забываем, что человек творит в свое время. И со своими техническими, методическими возможностями. Конечно. И так далее. Редуцированное. Постараюсь обосновать. Психофизиологическое, а не просто физиологическое. Постараюсь обосновать. Реакция на повреждение или его угрозу. Кстати, вот насчет угрозы тоже, вообще-то говоря, Селье писал о том, что не обязательно должно состояться повреждение, как в первых его работах. Это может быть предвидение повреждения. Стало быть, вот, кстати, психический компонент. Пожалуйста. Потому что это уже предвидит, прошу прощения, не организм, а его мозг. Мозг. Да, конкретно. Вот я постараюсь пройтись по всем этим этапам достаточно недолго. Надеюсь. Постараюсь показать, насколько это справедливо. Из замечательной картинки Битструпа первое что-то. Вы знаете, Херл Битструп потрясающий был художник, потому что он очень таким лаконичным набором инструментов ухитрялся показать абсолютно незабываемые образы. То есть он для вас вообще все это создавал, такое впечатление? Специально. Так специально. То, что это, кстати, не пугайтесь вот этого самого канава копателя слева, он не под нефтяную трубу копает, а это я пытался показать, что мы попробуем докопаться до истины таким способом. У меня нет трубы, мне нечего бояться. Повреждения. Самые разные. Да, комические, на самом деле, вообще-то говоря, иногда трагические весьма даже. Но это действительно факт, повреждение приводит к стрессу или к его крайней стадии шоку. Потому что с Илья наставил, я с ним абсолютно солидарен, что шок это крайняя степень выраженности стресса. Там те же самые механизмы, там те же самые стадии по сути, хотя так как специалисты разных направлений медицины занимаются стрессом и шоком, терминологически, да, там есть эректильная стадия, торпидность, а здесь тревоги, истощение, там и резистентности. Но по сути-то то же самое, просто по максимальному выражению. По поводу угрозы. По поводу угрозы, на самом деле, огромное множество может быть угроз. Это может быть угроза жизни. Жизни конкретного человека, конкретного субъекта, которому, конечно же, в первую очередь, согласно тому, что мы никуда не денемся, животные и животные, есть за что бороться. Инстинкт самосохранения никто не отменял, он, естественно, проявляется. Это может быть угроза, как видите, социальному статусу. Это может быть угроза материального благополучия. Это может быть угроза самооценки, кстати сказать, что очень важно. И по сути, когда мы испытываем стресс, а мы его реально испытываем где-нибудь у прилавка магазина, ведь нашей жизни ничего не угрожает, здоровью ничего не угрожает. Материальному благополучию ничего не угрожает. Вот эта милая продавщица угрожает нашей самооценке. Ну, назовем простыми словами, бытовое хамство, оно это стресс. Ну, конечно, это стресс. Это стресс, самый распространенный стресс, безусловно. Еще варианты. Ну, вот есть варианты, когда есть угроза семейным ценностям. Есть варианты, когда есть такие факторы, как, например, избыточная плотность населения на единицу площади. Знаете, одна из моих довольно ранних работ, довольно забавная была. Она выполнена была с покойным профессором зоологии, моей Нариной Кузнецовой. Она была довольно забавная. Дафни, оказывается, у этих рачков простейших, примитивных рачков, у них есть очень интересный механизм. Пока все в порядке, рождаются исключительно девочки. Если возникает угроза опасности популяции, то начинают появляться так называемые эфипии, то есть некие особые яйца, из которых рождаются самцы, мальчики. Понятно, почему. Для того, чтобы увеличить разнообразие в популяции признаков, и в таком случае кто-то выживет. А вот дальше очень интересная вещь, что эти мальчики начинают рождаться, когда есть избыточная скученность, то есть слишком много дафни в одной баночке с водой живут, или им не хватает еды, или у них нарушение температурного режима, и так далее, и так далее. Во всех этих случаях появляются вот эти самые дафни. Вот я потом немножко к этому вернусь. Я хочу сказать, что, по сути, это оказался очень такой симпатичный пример для того, чтобы понять, какие нейрохимические системы участвуют в регуляции стресса, потому что то, что это стресс на уровне популяции, это совершенно очевидно. Еще один момент. Не обязательно мы испытываем какие-то проблемы, какие-то трагедии. Достаточно нам узнать о том, что кому-то плохо, и если мы уж не совсем бессовестны, это может стать для нас стрессом. Сейчас практически вся наша страна живет в стрессе по поводу наших соседей, по поводу наших близких родственников украинцев. Да, у нас стресс. Реально, реально это проявляется. И еще один момент. Вот, кстати, сказать, как раз по поводу вашего примера. Я был поражен, когда его нашел, но этому примеру уже много лет, потому что на тот момент бразильцы были четырехкратными чемпионами мира. А здесь парагвати, а может быть, есть ли такое понятие, как национальный темперамент, если оно существует? Может быть, это латиноамериканская реакция такая? Ну, может быть, да. Не так все трагично где-нибудь в Европе. И я не думаю, что у нас что-то случится с болельщиками, если наша футбольная сборная вдруг выиграет у Монако или Монте-Карло. Кстати, я первый раз приехала в Германию, в Мюнхене, я выхожу из поезда, меня встречают друзья, и я слышу, как говорят, ты не пугайся, я прошу такой звук, слышишь? Такой гул. Я не могла понять, что это. Гул, гул. Сборная Баварии проиграла накануне или в тот день, я не знаю, наверное, дню. Мюнхенская Бавария. Они вышли на улицы, болельщики, это был гул такой, скорбный какой-то вот гул такой, гудение, люди на радостях песни поют, а здесь они просто вот так вот выражали. Так что нет, наверное, темперамент тут национальный не причем. Самое интересное, что мы с вами, может быть, в разное время бы были в одних и тех же местах. Я немножко преподавал в Минске в университете, я один раз ходил на футбол с участием Минске в Баварии. Правда, я вот этого не видел, потому что Бавария разнесла. Вот, наверное, 98-й год, я вам точно могу сказать. Но на самом деле это действительно так. Вот то, что здесь тоже обсуждается, это действительно так. Как ни странно, это некая инвертированная угроза, но тем не менее, это угроза. По сути-то речь идет о степени яркости эмоций. И эмоции совсем не обязательно должны быть всегда отрицательные для того, чтобы возник стресс. Как ни странно. Знак, оказывается, здесь не так важен. Хотя понятно, что в большинстве случаев это всегда отрицательные. Но, знаете, эмоции вообще дело темное. Но если вы возьмете современный психологический справочник, вы увидите целую страницу списка отрицательных эмоций. И вот маленький абзац – это положительные эмоции. А вот какой эволюционный смысл в этом биологический? А очень просто. Эмоция – это одно из свойств эмоций. И один из важных, если хотите, принципов работы эмоций – это взвешивание ситуации. Именно как раз на весах. Хорошо – плохо. Потому что в эволюции сначала появились негативные, аверсивные, как принято говорить, реакции. То есть сначала простейшие животные стремились уйти от плохого. А потом уже научились ценить хорошее и стремиться к нему. То есть это как бы следующий уровень развития. Понятно. А вот теперь для меня это принципиальный момент. Принципиальный, потому что вокруг него много споров. И часто звучит, что да ладно, какая разница, как называется. Вот у Силья этот синдром называется адаптационным. Это классика во всех учебниках. Я настаиваю на том, что это ни в коем случае не адаптация. Потому что если мы немножко дадим себе труд задуматься и вспомнить, что адаптация – это привыкание или приспособление. Причем обычно это то, что идет через функциональные изменения. Именно функциональные. То есть мы начинаем чаще дышать. Мы, не знаю, у нас пульс. У нас гусиная кожа покрывается кожа при холоде и так далее. То вот здесь фокус заключается в том, что представить себе субъекта, который привыкает и приспосабливается к тому, что его собрались убивать, или уже убивают. Нет, ну, есть понятие мазохизма, но это все-таки очень редко встречающаяся патология, прямо скажем. То есть в данном случае совершенно очевидно, что по сути это не может быть вот именно адаптацией. А вообще-то говоря, и медики это хорошо знают как раз, что есть понятие защитных реакций. Там четкое разделение адаптации – защита. Вот защита – это когда не приспособление, а противодействие. То есть когда возникает ситуация борьбы с этой ситуацией, потому что приспосабливаться можно к неким, ну, скажем так, постоянно меняющимся условиям среды, но приспосабливаться к губительным условиям столь же губительным, как и сами условиями. Поэтому защита. Я, кстати, не зря тут говорю о воспалении. Вот это опять же совершенно понятно. Воспаление нельзя называть адаптацией, это классическая защита. Потому что ничего себе адаптация, когда занозку посадили на палец, а палец на следующее утро раздулся, красный, болит, тукает, и вообще все плохо, а потом все это нагноением закончится. Какая тут адаптация. Это защита. Защита характеризуется тем, что там всегда есть механизм жертвы. Мы избавляемся от этой занозы, если вовремя сами, конечно, иголочкой не избавились, за счет потери части себя. Клиток иммунной системы. Да, и не только иммунной у нас теряется и часть кожного покрова. Ну и энергия, чтобы клетки мобилизовались. Вот стресс, мы же дальше будем с вами говорить о его характеристиках по механизмам. Вот стресс, он тоже, вообще-то говоря, связан с механизмом жертвы. Потому что при каждом стрессе у нас происходят неприятные изменения с надпочечниками, неприятные изменения с вилочковой железой, неприятные изменения с желудочно-кишечным трактом. Это же все накапливается. И не зря, я абсолютно солидарен с этим мнением, не зря говорят, что каждый стресс уносит у нас несколько дней этой недели нашей жизни. Это действительно так. Так вот, это принципиальный момент, что стресс является неадаптационной защитной. Понимаете, меня часто упрекают, да как можно великому с Илье противоречить? Он же сказал, что 30-е годы прошлого века — это время, когда у маме, по крайней мере, физиологов и медиков, Ластуэл Уолтер Кеннон, совершенно изумительный американский физиолог, который как раз создал основы, если хотите, адаптационных теорий, и которые, кстати сказать, спровоцировал создание такой науки кибернетики в дальнейшем. Сам того не знаю. Естественно, потому что Виннер учился именно у Кеннона подходом. И вот слово «адаптация» — это было то, что на слуху, это было то, что на первом, на краю фронта, что называется. Поэтому с Илье просто не критично взял то, что близко лежало для определения вот этого своего синдрома. Я считаю, что это на самом деле оговорка, которой чуть было не стоило вообще с Илье очень тяжелым последствиям, не привело к тяжелым последствиям, потому что к концу его жизни ведь стресс начали отрицать. Вот как раз 80-е и 70-е годы — это время, когда появлялись высказывания. Я однажды увидел совершенно замечательный в Медакадемии плакат. Сегодня состоится диспут на тему, что такое стресс и с Илье, и как с ними бороться. На самом деле критика была какая. Раз стресс — это вся жизнь, то, соответственно, изучать нечего. Теории такой нет и быть не может. И давайте вообще забудем. С Илье пытался это спасти, он ввел достаточно мутные понятия эустресса и дистресса. Понимаете, тут в чем проблема? Когда С Илье формулировал представление базовой о стрессе, он опирался на реальные знания, на измерения, которые получил прежде всего он сам. Он был блестящим эндокринологом, прежде всего экспериментатором. И на некие источники, где тоже шло измерение. Когда он начал рассуждать о стрессе и дистрессе, он стал в позиции философа. И с этих позиций попытался спасти ситуацию со стрессом. Не будучи философом. А на мой взгляд, только усугубил ситуацию, потому что разговоры о хорошем, добром стрессе и плохом, злом стрессе, ну, знаете, что такое собачка. То есть в Советском Союзе он где-то ступил на дорожку Фрейда, так условно говоря, чуть-чуть. Ну, да, можно так сказать. Ну, знаете, я, наверное, была школьницей, это начало 70-х, я думаю, старшеклассницы. Была прекрасная статья с Илье. Собственно, тогда я впервые узнала это имя и утвердилась желание стать биологом. В литературной газете там была научная страница в свое время. Но это было до того. А потом, видимо, решили, что оно нам не надо. Потихоньку, 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 что называется, как это сейчас выражается, а, сливать теперь. Вот-вот начали делать вот это безобразие ужасное. А вот дальше следующее. Насчет стадийности. Еще раз повторяю, что здесь было много попыток изменения, изменить стадийность. В том числе, кстати, в нашей стране были очень серьезные исследователи, например, в Ростове, Горкаве, Кваке, Налколово, совершенно замечательная триада профессорская, которые старались расширить вот эту периодизацию. Но вот так это не прижилось, потому что на самом деле признаки этих трех стадий, тревоги, резистентности и истощения, они действительно достаточно ярко проявляются и внешне, и на уровне электрофизиологических изменений, и на уровне химии, биохимии. В том числе, конечно, на уровне гормональным, на крином. Это действительно достаточно четко проявляющиеся стадии, у которых разная степень выраженности, потому что тревога – это крайняя степень мобилизации ресурсов. И в это время человек творит чудеса и поднимает много собственных весов, там прыгает выше мирового рекорда и пробивает головой стенку. Резистентность – это тоже высокоэнергетическая стадия, когда идет упорное сопротивление. Я хотел сказать, упирается. Да, совершенно верно. И истощение, когда вот Селье считал, что это стадия разрухи, когда уже истерпаны ресурсы организма для защиты, и без активного вмешательства врача практически помощь маловероятна. А зависит ли стадия истощения от того, как человек справился со стрессом? Вот эти переходы, они зависят, конечно же. То есть каждый зависит. Конечно, конечно. То есть здесь, да, кто-то приведет. Потому что стадия истощения, вот она самая яркая, она может быть разной. Да, совершенно верно. И когда мы говорим о хроническом стрессе, который может длиться месяцами, и мы наблюдали таких больных, то это на самом деле бесконечно затянувшаяся стадия истощения. Она тянется и тянется и тянется. При этом, вообще говоря, человек по-прежнему остается в стрессе. Я еще хочу обратить внимание, что у них разное время, временные характеристики. Стадия тревоги – это классический спринтер. 100 метров за 9 секунд. Стадия резистентности – это то, что называют, ну если такую терминологию тоже поддерживать, миттельстрекер, то есть бегун на средней дистанции, бежит уже, конечно, помедленнее, но тем не менее достаточно эффективно. А вот стадия истощения – это марафонец. Это марафонец, которому, ну, дотянуть бы до финиша, вообще-то говоря. То есть получается, что здесь еще и временные характеристики разные. Это принципиально. Но самое важное – это то, что, если я не путаю, у меня как раз обсуждается дальше. Системность, она напрямую связана как раз со стадийностью. Я постараюсь это обосновать. Во-первых, то, что Селье упоминал системность, я уже сказал, это действительно так. Потому что трудно представить себе систему в организме, которая не была бы вовлечена в стресс. В стресс. Иммунная вовлечена, опорно-двигательный аппарат вовлечен, сердечно-сосудистая вовлечена, пищеварительная вовлечена, выделительная вовлечена. Все системы так или иначе задействованы. И вот классическая триада Селье – это первые три признака, признака, который в довольно длинном списке, в таком рейтинговом списке проявлений стресса, как раз Селье присутствует. Ведь у него в одной из работ есть такая колоночка, где последовательно рассматривается, вот на первом месте чаще всего, гипертрофия надпочечников. Сдуваются надпочечники, потому что идет гиперпродукция гормонов. Вторая – это инволюция тимуса, вилочковой железы. И это на самом деле объясняет хорошо известный факт. У студентов самое тяжелое время – это зимние каникулы. Потому что зима холодно, зима – это разгуд всяческих грешников. На зубах, на стрессе, они сдают, сопротивляясь стадии вивистентности, сдают сессию, сдают последний экзамен, мечтают, как они дальше будут отдыхать. Каникулы все-таки впереди, и утром просыпаются абсолютно разбитые и больные. Они подсадили этим стрессом свою иммунную систему, потому что стресс реально ворует активность иммунной системы. Эта энергия, она теряется. Вы знаете, тут можно даже такой вопрос поднять. Вот очень часто говорят, что наркоманы – это одна из самых серьезных групп риска по СПИДу. При этом немножко лукавят. Лукавят, потому что говорят, что у них у всех ВИЧ-инфекция. Из-за игол и все. Потому что они одной иглой в десятером ковятся. Слушайте, наркотики, насколько я представляю, очень недешевая штука. Если у них хватило на это денег, на копеечный шприц, уж смешно, чтобы они не накопили. Тем более, что наркоманы, вообще-то говоря, существуют до чрезвычайности бережно, как это ни смешно, ни странно, относящиеся к себе любимому. То есть в клиниках соответствующих, мы их наблюдали, они начинают шуметь, если видят, там пятнышко на простыне. И вдруг один шприц на всех, да нет. Но не в этом дело. У них СПИД, но не ВИЧ. Нет, я не говорю, что у них нет. Нет, у них есть вирус, но у них нет иглы. Но не у всех. Не у всех, потому что СПИД, вообще говоря, не предполагает обязательно вирусную природу. СПИД может быть от физических, химических факторов тоже. Он не заразный, но это СПИД. Это полный паралич иммунной системы, можно так сказать. Так вот это, в частности, связано с этим механизмом, о котором мы говорим. Пищеводительная система, между прочим, стоит особого разговора. Когда Селье впервые опубликовал данные о том, что стресс вызывает язву желудка и 12-перстной кишки, это принято было вполне лояльно и с большой благодарностью, потому что ведь язву желудка называют болезнью старшекусников и аспирантов. Причем до Селье мотивировка была такая, они же едят на бегу кое-как, бутербродик в разное время суток, вот они и доводят свою пищеводительную систему до язвенной болезни. Селье обосновал. У них стрессы накапливаются к концу окончания вуза, и в результате у них развивается язва или желудка, или тонкого кишечника. А дальше небезызвестное открытие хеликобактер пилори. И казалось бы, вопрос снят, стресс тут совершенно ни при чем. Вот ведь при чем? Вот как раз это очень четкое и красивое подтверждение абсолютной правильности идеи Селье. Вот об этом мы в предыдущей программе говорили о циклах, вот этих вот околочасовых циклах, и профессор Бродский их открывший, он как раз диагностику язвы, я его спросила, а хеликобактер пилори, в первую очередь стресс, и по биоритмам, часовым ритмам, суммарный синтез белка, вот они определяют, то есть когда уже есть рубец, и кажется, что все зарубцевалось, он, определяя ритмы, видит, что еще нет, еще надо продолжать лечение. Есть уязвимые периоды. Бактерия, бактерия, никто не отрицает. Конечно, 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 вы знаете, я студентов всегда смешу очень простым примером. Вспомните свое детство. Мама сказала, в лужу не ходить. Ну как же после этого не зайти в лужу? Не зайти в лужу, да. Потоптался в лужу, пришел домой, лег спать, утром проснулся, горло болит. Пришел участковый врач, посмотрел, сказал, ангина, похоже, что стафилококк какой-нибудь. Это и бог, конечно, но бывает. Механизм заражения. Говорю, дети мои, давайте-ка подумаем. То есть в этой луже плескались стафилококки. Они попали к вам на ноги. Пока вы спали, они так вот по вашему телу добрались до вашей носоглотки, залезли туда и начали грызть ваши гланды. Да, все замечательно, но у бактерий ножек нет, они бегать не умеют. Никак они не могли добраться. Откуда? Да они у вас тут жили. Но сидели тихо, потому что иммунная система была в порядке. Тем, что вы охладили ноги, а стало быть, охладили кровь, вы привели к тому, что они почувствовали, что хозяин ослабел. И можно начать размножаться неконтролируемо. Была такая реклама, совершенно жуткая, где говорил, что японские ученые доказали, что снижая температуру тела на 1 градус, мы продлеваем жизнь на 5 лет. Вот я могу сказать, что снижая температуру тела на 1 градус, мы повышаем вероятность простудного заболевания. Не знаю, на сколько процентов, но повышаем это точно. А вообще, хотел бы автором напомнить, что самое холодное у нас, вообще-то говоря, тело неживое уже. Оно комнатной температуры обычно. Так вот в данном случае механизм-то тот же самый. Хеликобактер, он есть. Ведь осемененность с хеликобактером колоссальная, там называют жуткие десятки процентов, чуть ли не под 90 населения Земли. Да. Но язва все-таки не повальная у всех, а именно у тех, кто пережил стресс. Почему? А перераспределение кровоснабжения, совершенно закономерное для стресса, связанное с работой симпатодреналовой системы, о которой чуть позже разговор пойдет, это как раз такой же повод для начала заболевания, как вот те самые мокрые ноги, которые у детей бывают. Это вот та же самая причина, то есть ослабел кровоток именно в области пищеварительного тракта. Ослабел он специально, потому что мы кровь перебросили к мозгу, к сердцу и к мышцам. Хеликобактер проснулся, потому что ему меньше угрожает опасность. Все замечательно. Но я хочу сказать, что система здесь проявляется и во втором смысле, и на мой взгляд гораздо более важным. Дело в том, что сейчас, и вот это тоже то, на чем я очень настаиваю, становится понятным, что есть три абсолютно доминирующие регуляторные системы, которые формируют стресс-реакцию. Три системы. Во всех книгах принято писать две. Симпато-адреналовая и гипоталамбокфизарно-адреналовая. Я настаиваю на том, что третья система эндогенная пиовидная система. Сейчас немножко постараюсь обосновать. Значит, если говорить о симпато-адреналовой системе, то это то, что было известно не просто при селье, а я так подозреваю, что уже и до селье, потому что речь идет о симпатическом звене вегетативной нервной системы, или автономной, как пытались назвать, но как-то не прижилось это понять сейчас. И речь идет о мозговом слое надпочечников, который вырабатывает адреналин, норадреналин. То есть, по сути, речь идет о неких моноаминах, которые выступают в роли и гормонов, и медиаторов, и которые, по сути, и формируют вот эту взрывную первую стадию. И именно они, кстати, виноваты в том, что кровь из ДПО, а ДПО у нас это брыжейка, капсулы селезенки и так далее, она выбрасывается при стрессе в общий кровоток, повышая ресурс защитный, по сути, но зато страдает пищеварительный тракт от обескровливания. Вторая система. Вот в формировании представлений об этой системе Ганс Илье, кстати, сыграл очень серьезную роль, потому что, еще, повторяю, он был блистательным эндокринологом, и он в большую часть своей научной жизни занимался как раз кортикостероидами. Но я тут хочу обратить внимание на то, что только к концу жизни Ганс Илье стало понятно, что это некая тоже нейроэндокринная система, потому что коронатпочечников у нас активируется гормоном, который выделяется гипофизом, адренокортикотропным гормоном, АКТГ. А гипофиза, в свою очередь, в данной оси активируется гормоном, который вырабатывается с гипоталанусом, кортико-либерином. То есть цепочка получается как раз из этих нескольких слов состоящая. Но здесь принципиальный момент, о котором все знают, но почему-то ничего не говорят. Дело в том, что кортико-либерин, АКТГ, как медиаторы, тоже очень интересны. То есть это не просто эндокринная ось, где идет последовательный запуск систем. Кортико-либерин, смотрите, что он умеет делать. Он активирует двигательное поведение, двигательную активность, усиливает. При стрессе это надо? Надо. Он стимулирует систему бодрствования. Понятно, что когда себя грозятся убить, спать не время. Он стимулирует поисковое поведение. То есть это поведение, которое очень активно обсуждают зоопсихологи и мало обсуждается в приложении к человеку. Это поведение, которое направлено на поиск выхода из ситуации. При стрессе очевидно, что это требуется. При этом он очень интересно подавляет половое и пищедобывательное поведение. То есть он гасит несвоевременные функции. Потому что, как говорил Леонид Ильич, почему мы идем в коммунизм, а кушать нечего? Ну что, товарищ тоже на ходу ест? Ну вот на ходу есть нежелательно. АКТГ еще интереснее. Да, адренокортиковый гормон, конечно же, стимулирует коронатпочечников. Но у него есть еще одно свойство. Это один из мощнейших стимуляторов памяти, запоминания. Это медиаторные свойства. Это уже на нейронном уровне. И есть препарат, который в стране известен, в мире известен. Семакс, который сделан на основе АКТГ-4Семпра. То есть фрагмента АКТГ. Это Ашмаринский, по-моему, да? Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Именно Ашмарин, Каменский. Вы считаете, молекулярно-генетики? Да, 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 да. Именно оттуда. Так вот, пожалуйста, это получается тоже очень уместно. Потому что на первой стадии, когда симпатодреналовая система бушует, ничего мы не запоминаем. Мы там абсолютные биоавтоматы, мы биороботы. Зато сильные и быстрые. А вот здесь уже, где эта система будет хозяйничать, вот здесь уже есть что запоминать. Потому что хорошо бы запомнить, как мы вляпались в эту беду, и хорошо бы запомнить, как мы из нее выкарабкивались. Чтобы потом не повторять ошибки. И вот, наконец, самое главное, то, о чем я считаю, что нужно очень громко говорить, эндогенная пиоидная система. Обратите внимание, в 73-м году были открыты рецепторы, которые были названы опиатными, потому что они связывали наркотические анальгетики, по сути. Или наркотики, как можно сказать, да, вот здесь они перечислены. Кстати, редкий случай, когда сначала открывают рецепторы, а потом уже сами вещества, которые вырабатываются в организме. Ну, тут было именно так. В 75-м году были открыты пептиды, которые вырабатываются. Сначала думали, что только нашим мозгом. Сейчас стало понятно, что не только мозгом, а довольно много у нас тканей, которые, как ни странно, вырабатывают именно опиоидные, подобные пиатом пептиды. Самые известные эндорфины. Больше того, я скажу, что на таком бытовом уровне вот вся эта группа, она просто обозначается как эндорфины. Это может быть не совсем грамотно, но по сути сразу всем понятно, о чем идет речь. Это большое семейство. Тут почти полсотни этих разных пептидов, которые вырабатываются в нашем организме. Знаете, я могу много часов петь про эту систему, потому что система поразительная. Во-первых, такое впечатление, что это первая в истории жизни на Земле регуляторная система, потому что ее обнаружили не только у всех животных, но и у растений, и у грибов, и так далее. Она, по сути, является самой древней. Кстати, самая молодая, та же самая симпатия адреналовая системы. Даже не у всех допозвоночных, у большинства допозвоночных животных никакого адреналина в помине даже нет. У них просто механизма нет, синтеза. Они справляются пептидами, кстати, со своими задачами. Так вот, это древнейшая система, у которой очень много серьезных функций. И вот одна из функций была открыта практически вскоре после того, как была сама система обнаружена, в конце уже 70-х годов Боднар, американец, опубликовал первые статьи о том, что при стрессе уровень, назовем в кавычках, эндорфинов, да, пускай, проще было понимать, резко возрастает. Вот это было первое, собственно, упоминание о связке между этими веществами, опиоидными пептидами, эндорфинами и стрессе. А дальше на сегодняшний день много тысяч работ уже есть, которые подчеркивают, что это действительно базовая система, которая является третьим китом, слоном, на котором стоит вот эта конструкция стресса. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Конечно, другие системы регуляции тоже работают. Конечно, там есть тиреоидные ось, где тиролиберин, тироксин участвуют в стрессе, безусловно. Саматостатин очень серьезно участвует, нейротензин, ангетензин участвует, бродикенины участвуют. Множество систем. Слушайте, сегодня больше 4 тысяч медиаторов открыто, больше 4 тысяч. Когда я учился в УЗИ, и было всего вот чуть-чуть двух рук не хватило бы, там еще несколько пальцев надо добавить, и все. А сейчас тысячи. Поэтому понятно, что система множество работает. Но эти главные, безусловно, главные. И вот дальше тоже ситуация, на которую я настаиваю. Три системы и три хозяйки ситуации. Три ведущие системы, три пика активности. На первой стадии очень активна симпатодреналовая система. И мы действительно творим чудеса благодаря этому. Но, кстати, ее избыточную активность подтормаживает опиоидную систему. Времени, к сожалению, у нас не так много. А я мог бы рассказать очень страшную историю про бедных кроликов, которых мы попытались в свое время вылечить от патологической гипотонии. Ну и промахнулись. Кролики пошли в жаркое. Это связано как раз с тем, что мы затормозили работу эндорфиновой системы, эндогенной опиоидной. И оказалось, что симпатодреналовая в этой ситуации ведет себя совершенно отвязно и нагло. И она бедных кроликов отправляет в инсульт. Никуда-нибудь. На второй стадии симпатодреналовая система, которая уже истощилась. Это классика, которая во всех учебниках истощения. Симпатодреналового аппарата при стрессе. Вот на второй стадии на себя руль берет гипоталангифизарно-адреналовая. Именно она через гормоны коры надпочечников позволяет изыскать дополнительные резервы на борьбу. И позволяет продолжать сопротивляться. Ведь эзистентность это, по сути, устойчивое сопротивление. Вот на третьей стадии, которой Силья считал, что это разруха, я настаиваю, что это управляемая стадия. Потому что здесь практически единоличной хозяйкой остается эндогенная периодная система. А она, как древняя система, умеет делать то, что появилось первым на Земле. Не бороться, а постараться инкапсулироваться, спрятаться, уйти в спячку. По принципу, знаете, когда построите светлое будущее, тогда разбудите. Да, я пока посплю. Споры образования, цистообразования у низших животных. Это вот эндогенная периодная система. Гибернация зимней или летней спячка. Это тоже эндогенная периодная система. Она переводит организм в режим противоположный, режим гипобиотический. Такой стендбой такой. Да, совершенно верно. Совершенно верно. И благодаря этому, кстати, вообще-то говоря, животные при стрессе благополучного карабкивца выживают. Мы же, люди, хотим большего. Природа нам дала 35 лет гарантии. Ну, когда мы покупаем телевизор с годом гарантии, мы же надеемся, что мы больше года проработаем. Здесь то же самое. Но гарантия она дала лет на 35. А все остальное – это то, что вот эта поклинаемая нами цивилизация нам добавляет и добавляет все время. И мы хотим быть здоровыми и сильными в тех ситуациях, где наши четверорукие предки давно бы уже умерли. Да, тебе надо лечь и поспать вообще. Конечно. А нам надо работать. Конечно, поэтому для нас это немножко, ну, что называется, нам не нравится, нам плохо. Это не та система, которая нам вроде бы нужна. Но могу сказать, что она на самом деле делает благое дело. Она позволяет восстановить силы, восстановить ресурсы для дальнейшей спокойной жизни. Редуцированные реакции – еще одна вещь, которая достаточно важна. Редуцированные, упрощенные. Упрощенные, потому что при стрессе вся наша сложность, вся наша яркая индивидуальность, она начинает сглаживаться. Она начинает исчезать. И это есть и многочисленные данные в огромном количестве литературы. И это наше собственное наблюдение, когда и на физиологическом уровне, для тех, кто с этим сталкивался, есть понятие дисперсия. То есть степень вариативности признака, разнообразия. Так вот, и физиологические признаки, вот так вот дорожечку сужаются, то есть дисперсия падает. И психологические различия, они тоже манифицируются. Кстати, я все время обронил довольно в интервью, довольно такую черную фразу, черный юмор. Живем все по-разному, умираем одинаково. Он, видимо, имел в виду как раз вот это, что мы стандартизируемся при стрессе. Иногда, кстати, это понятно. Это понятно. Понятно, что армия это не место для проявления ярких творческих индивидуальностей, потому что тогда все погибнут. Понятно, что все должны обязательно маршировать в ногу, как это сделать. Максимально застрессировать солдатушек, бравых ребятушек, чтобы они стали стандартизированными. И здесь, при всей моей любви к демократии, можно сказать, что, вообще говоря, это единственный выход для того, чтобы эта система начала нормально работать. Там вольность только во вред получается. То есть вот эта стандартизация, эта редукция, это тоже очень важно. Мы скатываемся на более примитивный уровень. И, наконец, я еще раз хочу настаивать на том, что стресс это психофизиологическая реакция. Ну, во-первых, чтобы, может быть, сгладить противоречия, которые искусственно гнетаются между физиологами и психологами. Психологи ввели понятие эмоциональный стресс, информационный стресс, психологический стресс. Вы знаете, это такая же выдумка, как заявление о том, что бывают зависимости, аддикции психологические. Не бывает психологических зависимостей. Они все психофизиологические. Потому что, если нет изменений на уровне организма, то в психике ничего не произойдет. И здесь то же самое. Это действительно психофизиологические реакции, где, конечно, есть психологический компонент. Ну, во-первых, я уже говорил, помните, эмоции. Да, в самом начале было. Эмоции. Это оценка ситуации. Ведь угроза или не угроза, это еще надо взвесить. На основании предыдущего опыта, на основании генетики, на основании разных признаков надо взвесить, является ли этот фактор угрозой. Это психологическая оценка, вообще-то говоря. Копинг, понятие распространенное в последние годы, изучаемое активно. Если хотите, это стратегия выхода из ситуации, в том числе и стресса. Это тоже психологический компонент, на самом деле. Но без физиологического обеспечения, без вот этих самых базовых механизмов этих трех систем, никакой копинг не сработает. Ему просто не на чем будет работать. И еще я хочу вспомнить тех самых Дафней. Знаете, когда мы этим Дафнием, находящимся в скученных условиях, ввели в воду, в которой они жили, блокатор опиатных рецепторов, как раз количество мальчиков начало резко расти. Когда мы Дафнием, живущим в адекватных условиях, ввели, там тоже произошли изменения. То есть вот к вопросу об опиоидной системе и о том, что... Что значит скученность? Это психологический дискомфорт. Но его недостаточно для того, чтобы запустила стресс-реакция, нужны какие-то нейрохимические изменения обязательно, которые бы сработали. И еще одна тема, очень популярная, как с ним бороться, с этим стрессом. Ну, это да, вопрос, который встает. Вы понимаете, ну, масса разных объяснений, масса разных вариантов. Понятно, что хочется сказать, что вот это лучший вариант. Занимайтесь спортом, закаляйтесь и будьте всегда в форме. Ну, кому-то этот подходит вариант, кому-то, откровенно говоря, не очень. Прямо скажем, жизнь у нас не такая, чтобы постоянно успевать все это делать. В конце концов, йога замечательная вещь. Но если всерьез заниматься йогой, то нельзя нигде работать. Всю жизнь этому посвятить. Ты будешь, конечно, здоров, но непонятно, на что ты будешь жить. Вот. Важнейший момент. Стресс – это реакция всегда на неопределенность. То есть угроза в большей степени связана с неопределенностью. Потому что мы не знаем, чем это нам грозит. У нас даже в лексиконе так это звучит. Поэтому чем более мы вооружены знаниями, тем, вообще-то, говорю, у нас меньше стрессов. Это вот по поводу борьбы. Это очень много. Конечно, это один вариант. И второй вариант. Вообще-то говоря, надо искать возможности к более адекватному отношению друг к другу. В последнее время мы очень агрессивны. И, наверное, мы это замечаем, что мы начинаем в самых простых ситуациях взрываться. Это на улицах просто заметно. Вот этот градус агрессии. Попально последние годы. Последние годы градус агрессии растет. Причем иногда это провоцируется искусственно. Например, пресловутый закон о курении. На самом деле, это очень грубая провокация. Если хотите, видимо, люди хотели, чтобы был Майдан. Не получилось. Ну, у нас менталитет не тот. Нас трудно разогнать. Не, но, наверное, исходные благи были намерения. Курение вредит здоровью. Такой аксиома такая. Ну, пассивное курение абсолютно безопасно. Это доказано давно-давно. Это абсолютно известно всем медикам. Ну, как всегда получается. Как всегда получается. Так вот, я хочу сказать, что надо снижать градус взаимного напряжения. И тогда, на самом деле, у нас реально появляются шансы вообще бороться со стрессом. То есть, раз, информированность. Два, элементарная культура. Вот элементарная культура. К культурным обществу стрессов меньше. Это, кстати, известный факт. Да это несложно. Ну, да. Вот, пожалуй, вот, пожалуй, пожалуй, то главное, что хотела сказать. Спасибо большое. Вам спасибо огромное. Всем, кто нас слушал. По скриптуме к этой программе, Сергей Боисович, я бы хотела вас попросить рассказать об уникальном вашем проекте, который называется «Интерактивная карта стрессогенных зон Нижнего, Нижегородской области». Да, или «Города» только. Ну, пока «Города». Это уникальный проект. Пока «Города». Это уникальный проект. И в нем уникальные методики уже начали работать. Пожалуйста, не будем интриговать, расскажите, что это. Это проект, который разработан прежде всего под руководством заведующего кафедры психофизиологии, профессора Софлександы Полевой. Проект, который, вообще-то говоря, направлен как раз на то, о чем мы говорили в конце передачи. Дело в том, что мы научились мерить момент начала стресса. Я хочу просто напомнить, что если мы что-то измерили, то это уже некие знания. Другое дело, как мы будем трактовать, интерпретировать, но это уже знания. Вот мы научились знать момент начала стресса с точности до нескольких секунд. Подробно об этом. Я надеюсь, что, может быть, вы пригласите тоже Софлександу, пусть она подробно бы об этом рассказала. Но могу сказать, что в основе лежит регуляция работы сердца, которая как раз осуществляется теми системами, тремя о которых мы говорили сегодня. В результате водители, на которых надеты маленькие датчики, ездят по всему городу. Это водители автобусов, водители маршрутных, такси, это водители личного транспорта. Они ездят по всему городу целый день. Датчики записывают активность, по сути, не просто сердца, а их именно вегетативной регуляции. За счет системы обработки сигнала, и системы обработки не сигнала даже, а точнее данных, которые получаются при снятии этих показателей, удается найти некие критические режимы в работе вегетативной регуляции, которые характеризуют момент начала стресса. Сдвиг буквально в несколько секунд по сравнению с, может быть, реальными ситуациями. Проверялось это очень просто. Параллельно... Ой, прошу прощения, ничего страшного. Параллельно с записью активности сердца, ритма сердца, записывалась реальная дорожная обстановка. То есть стояли видеорегистраторы, и записывалось положение на карте города данного водителя. И дальше это сопоставлялось. Вот когда стало ясно, что действительно в каждый момент, когда, начиная от хама соседа, который подрезал перед самым носом, и заканчивая черной кошкой, которая сидела-сидела, умывалась, а потом под колеса бросилась, вот когда это реально совпадает с вполне конкретными режимами в работе нашего организма, вот стало понятно, что действительно мы поймали эти маркеры стресса, а дальше уже технология, которая позволила развернуть систему отслеживания на улицах города самых стрессогенных точек, то есть там, где чаще всего возникают стрессы. Иногда это, казалось, очень точно совпало с пробками. Иногда это совсем не связано с пробками, но это связано с откровенной такой безалаберностью движений. После организации движений. Организация движений, да, разметка неудачная, там бутылочное горлышко и так далее, классика. Иногда это, казалось бы, внешне непонятно, с чем связано, там действительно регулярно возникают стрессы. Я хочу сказать, что вот сейчас эта работа продолжается, и сейчас уже формируются режимы автоматизированные полностью, уже вообще безручная обработка, автоматизированная обработка этой информации. Я хотел сказать, что если это удастся сделать, то понятно, что это будет инструмент, который для всей страны пойдет совершенно замечательно, но я, если это убираю, потому что я уже вижу, что это практически очень близко, то есть уже отрабатываются эти режимы, и это действительно, ну, впервые в мире, и это действительно, на мой взгляд, и подсказка властям города. Вот, я хотела спросить, а власти, они прислушиваются к данному правилу? А мы постарались очень раскрутить, точнее, мы не постарались, они сами раскрутили. Средства массовой информации, да, они поймали эту волну, и я думаю, что до властей это шло, потому что они очень громко об этом говорили, наши СМИ. Это, прежде всего, это расшивка узких мест в городе. Во-вторых, это, вообще-то говоря, профилактика всяких заболеваний, тех же самых стрессов, потому что, вообще говоря, водители, это одна из самых стрессно полным, конечно, категорий. И многие, действительно, зарабатывают те же язвы именно за рулем. Вот, и кроме всего прочего, это и для ГИБДД тоже серьезная информация, потому что практически мы можем прогнозировать опасность неких аварийных участков, когда там, слава богу, пока еще аварий не было. То есть здесь хочется опередить. На переезд на упреждение. Конечно, на упреждение. Замечательно. Успехов вам. Спасибо, Сергей Валерьевич. Спасибо большое. Спасибо.